Фейербах Здравствуйте, меня зовут Юнона. Я представляю команду разработчиков Фейербах. Фейербах – это камин нового поколения. Наш проект направлен на создание и выпуск на рынок линейки устройств, сочетающих в себе уникальную реалистичность горения, компактность, доступность для потребителя. На данный момент на рынке отсутствуют решения, сочетающие в себе все эти требования. Благодаря развитию технологий нам удалось совместить в устройстве точно оптическое совмещение в виде изображения пламени с макетом топливного элемента при помощи светоделительной зеркальной пластины, а также принципиально новую систему моделирования освещения. Преимущество нашего изделия, вы можете это оценить, он стоял здесь весь вечер, это не декорация, это наше изделие. Он монтирован в стандартную ячейку корпусной мебели, также сейчас представлен здесь, это в Икею 800х400. На сегодняшний день на рынке имитационных каминов можно выделить три типа. Первое поколение электрокаминов. Всем известны классические устройства, они представлены на рынках в сетевых магазинах Leroy, Merlin, OB. Получается, стоимость их варьируется до 30 тысяч рублей. Биокамины, по сути, это спиртовая горелка в декоративном корпусе. Устройства представлены в диапазоне от 30 тысяч рублей, имеют ряд недостатков. Это наличие открытого огня, небезопасно для детей и домашних животных, чрезвычайно неудобный способ разжигания и тушения, и наличие дорогостоящего топлива, которым заправляются биокамины. Он имеет специфический запах. Паровые камины – это устройства, имитирующие горение путем подсветки в водяной взвесе. Представлены в диапазоне от 35 тысяч – 55 тысяч рублей. Имеет также ряд недостатков. Это самое главное – нелестичность, имитация горения и сложность эксплуатации. Как видно из данной диаграммы, наше устройство будет конкурировать в среднем ценовом диапазоне от 35 тысяч рублей с такими компаниями, как Real Flame, Dimplex, Alex Bauman. По нашим оценкам, на рынке московского региона в месяц продается 2250 единиц электрокаминов. Из них 750 единиц в интересующем нас ценовом диапазоне. Наша первая цель и основная – это захват 6% рынка московского региона имитационных каминов. Для этого нам необходимо реализовывать 90 устройств в месяц. Годовой оборот составит 50 миллионов рублей с рентабельностью 45%. На сегодняшний день с нами сконструирован и собран полноразмерный стенд-прототип, получен патент на полезную модель. Потенциальным инвесторам наш проект интересен. Качественная новая ниша на уже существующем рынке, которая не избалована новыми технологиями и, внимание, можно сказать, не пуганная. Наш проект планируется реализовывать в две стадии. Для завершения первой стадии – окончание опытно-конструкторских работ и выпуска первой установочной партии – необходим инвестиции в размере 3 миллионов рублей. На второй стадии планируется выход на массовый рынок московского региона и сбор предзаказов на платформе Indiegogo. Наши команды. Спасибо за внимание. Спасибо. Окей. Нет, мне микрофон пока ваш, мы только полистаем. Итак, правильно ли я себя понимаю, пока у нас есть некая гипотеза и некий прототип? Стенд-прототип. Отлично. Полноразмерный. Вот, пожалуйста. Нет, я видел, я не стал делать гадус, не стал откручивать проводок, который… Спасибо. Да, который просто, собственно говоря, выключит всю эту историю. Вопрос так, мы с сим-джентльменом, чего мы продаем и зачем? Мы сейчас… Это телевизор, по сути дела. Нет, это не телевизор, это именно… Вы можете посмотреть. Я долго наблюдал и наблюдал с обратной стороны. Давайте лучше не спрашивать мое мнение. Оно будет… Вам не понравилось изделие. То есть это нереалистичное изображение. Вам больше нравятся биокамины и паровые камины, которые представлены сейчас на рынке. Коллега, вы забыли, что я не по образованию, а по первой профессии инженер-конструктор-технолог. Согласна. Эта конструкция ужасно сделана и ужасно собрана. Это стенд-прототип. Это рабочий материал. Рукожопами. Проехали. Мы получили патент на минуточку, на полезную модель, поэтому… Поехали, проехали, не будем сейчас углубляться. Давайте, а то мы сейчас слона не продадим. Что мы продаем нашим инвесторам? На данный момент у нас стенд-прототип, который мы хотим вывести на рынок и продавать как самостоятельное изделие. Ну, стенд-прототип мы не можем вывести. Да, нам нужно… Для этого мы и пришли за инвестициями, чтобы нам доработать стенд-прототип, выпустить установочную партию. Вам нужно 3 миллиона. Да, для завершения первой стадии. Вот смотрите, у вас 3 человека, идем с вами в банки, получаем, соответственно, раз вы верите в свой проект, получаем по миллиону потреб кредита, ну и еще можем кредитными карточками добить. Зачем мы сейчас приходим к неотработанной идее, только к гипотезе, к инвесторам? У нас нет возможности взять кредит на такую сумму. Ну, кредитные карточки-то вы набрать можете? Кредитные карточки тем более. Вы уже в долгах? Да. Полностью. Вот, вот, все собрано. Понятно. И вы предлагаете в вас поверить. Да. Ну, это такой прыжок веры, боюсь, что он может закончиться разбитым. Нет, мы верим в свое изделие. Вы-то верите, но вы уже заложили все в него и пока обратно денег. Как мы будем возвращать? Окей, хорошо, попытаемся выйти здесь. Возвращать людей. Первая стадия у нас длится 9 месяцев. Это завершится опытно-конструкторские работы, выпустится первая установочная партия. А если нет, как пел, собственно говоря, Слепаков, а что если нет? Мы верим в лучшее и уверены, что мы сможем это сделать. Видите ли, тут должен почему-то поверить инвестор и отдать реальные деньги, а не вы. Ну, если мы собрали стенд-прототип, наверное, нам удастся дальше продвигать его и реализовать нашу концепцию. Нет, не логично. Например, затянется на 2 года. Что делаем? На этой стадии я не уверена, что затянется на 2 года. Мы укладываемся в 9 месяцев. Окей, хорошо, будем рожать ребенка за… Есть вопросы? 9 месяцев и наш продукт готов. Что продают? А? Что продают? Ну, я тоже пока… Камин. Нет, пока это прототип. Готов купить, но он, говорят, стоит 30 тысяч. Сейчас, да. Само изделие, которое вот если на рынке будет продаваться, да, стоит оно такое… Что продаете? Что инвестору дадите? Продаем мы перспективу. У нас есть куда расширять производство на европейский рынок, на охват всего рынка Российской Федерации. Как она будет оформлена? У нас есть патент. Это будет оформлен патент на компанию, которая у нас будет оформлена. И, соответственно, человек, который с нами участвует, он будет иметь также долю в патенте. А что значит, как можно реализовать долю в патенте? Здесь, получается, доля будет на компанию оформлена. Ну, вот человек решил, ну, не ж могли вы, не ж могли. Вот он решил выйти. Эту технологию можно будет продать компании Dimplex. Я думаю, они с удовольствием ее купят. Но если его в этой доле принадлежит, он не может долю продать. Патент принадлежит там на 70%, условно говоря, вам, а на 30% ему. Как мы будем гарантировать права инвестора? Окей, хорошо. Над этим предстоит поразмышлять. Спасибо. По мне, так шикарный проект вообще. Это был одиннадцатый стартап за сегодня. И крайний, причем первый женский, друзья.